МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире радиожурнал «Зури Кавказа». Мы собираем всех вместе. Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. В студии радио «Алания» во Волге-Кавказе Зарема Джекаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами. Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. В снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастье дарят. Дружбы алые зори над слептами горят. Дружбы алые зори над слептами горят. Радиожурнал «Зури Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. Вести Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Полномочный представитель президента России ВСКФО Юрий Чайко вручил государственные награды бойцам, которые отличились в ходе специальной военной операции. Он посетил пункт базирования казачьей бригады Терек в Луганской Народной Республике. Юрий Чайко вручил бойцам батальона Терек пять государственных наград, два ордена мужества и три медали за отвагу. Подразделению также передали квадрокоптеры, специальное оборудование и снаряжение. Также в пункте базирования презентовали военную технику, которая стоит на вооружении бригады Терек. Сейчас в эту бригаду входят батальоны Терек и Скиф. Завершается формирование батальона Сибирь. Всего с начала специальной военной операции 46 казаков батальона Терек удостоены государственных наград, 50 ведомственных наград Минобороны России. В Ставрополе в Парке Победы открыли обновленную стену памяти. На Аллее Славы разместили больше 11 тысяч фотографий родственников ставропольцев, участников Великой Отечественной войны. Горожане почтили память бойцов, возложили цветы, зажгли свечи. На открытии стендов стены памяти провели акцию для всех, кто хотел написать слова поддержки участникам спецоперации. Письма передадут на передовую. В Ставрополе прошел 30-й фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». В рамках отборочного этапа в оргкомитет поступило более 700 заявок из разных стран. В Ставрополе выступили 12 солистов и 12 коллективов из 20 субъектов страны и двух регионов Республики Беларусь. Конкурс-фестиваль «Солдатский конверт» преследует высокие цели отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, поддержать воинов, участвующих в СВО, а также сплотить молодежь регионов России и Республики Беларусь. В ротонде Мариинского дворца состоялось подписание договора о сотрудничестве между парламентами Петербурга и Карачаева-Черкесии. Документ подписали председатели двух парламентов Александр Бельский и Александр Иванов. Председатель парламента Республики Александр Иванов отметил готовность сотрудничать с Санкт-Петербургом во всех сферах. Он также напомнил об исторических связях между Северной столицей и Карачаевой-Черкесией. Глава Республики Рашид Тимрезов сообщил о своем решении присвоить звание юно-спасатель Карачаевой-Черкесии Тарасу Гайворонскому из Медногорского. В январе этого года шестиклассник спас на пруду двух 11-летних ребят, которые провалились, катаясь на льду. Тарас сбросился на помощь, помог выбраться и доползти до берега. Умарти Киев специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в первой кавказской инвестиционной выставке Минводы-Экспо в городе Минеральные воды. Деловая программа руководителя региона включала ряд важных встреч. Инвестиционный потенциал Кабардино-Балкарской республики был представлен на выставке пятью прорывными проектами. Это строительство тепличного комплекса по производству плода, овощной продукции, защищенного грунта, создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус», возобновление добычи и переработки Валифрам-Малибденовых руд, Тернаусского месторождения, комплексная застройка жилых микрорайонов «Мей» и «Восточный» и создание айти-парка в Нальчике. Участникам специальной военной операции из Кабардино-Балкарии доставили очередной гуманитарный груз. Собрали его жители Лискенского района. В посылках предметы первой необходимости, продукты питания, вода, бытовая химия, газовые горелки. Также бойцам передали автомобиль от жителей Аргудана и письма, которые написали школьники Лискенского района. Марина Османова специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». Во Владикавказе проходят большие гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Артисты уже дали первые спектакли и открыли арт-кафе на малой родине основателя своего театра. Одновременно на двух сценах театра в Северной Осетии прошли спектакли Евгения Онегин по произведению Александра Сергеевича Пушкина и Ричард Третий по пьесе Уильяма Шекспира. Осетинские зрители смогут увидеть спектакли «Мадемуазель Нитуш», «Царь Иди», «Дневник Анны Франк», «Любовь у трона» и «Сказку о попе» и о работнике его балде в сопровождении оркестра. Также состоялось открытие арт-кафе, которое создано в доме, где прожил первые 20 лет жизни Евгений Вахтангов. Первым на сцену арт-кафе во Владикавказе вышел народный артист России Евгений Князев. В сопровождении оркестра театра имени Евгения Вахтангова артист читал повесть Пушкина «Пиковая дама». В течение недели в арт-кафе будут проходить вечера и других вахтанговских артистов. Юлия Рудберг, Марина Исипенко, Юрия Шлыкова, Людмилы Максаковой, Ольги Тумайкиной, Елены Сотниковой, Михаила Васькова, Эльдара Трамова, Игоря Карташова. Зал предназначен для проведения творческих вечеров, поэтических чтений, сольных концертов ведущих артистов театра Вахтангова, а также выступлений приглашенных мастеров различных исполнительских жанров, как из Москвы, так и из Владикавказа. Помещение с небольшой сценой оформлено главным художником Вахтанговского театра, заслуженным художником России Максимом Обрезковым. Заре Маджикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия. Ингушетия продолжает реализацию региональной программы, оптимальной для восстановления здоровья и медицинской реабилитации, которая направлена на улучшение качества здравоохранения и помощи пациентам. В рамках программы планируется ряд мероприятий, которые будут осуществляться в 2023-2024 годах. Об этом рассказал в рамках коллегии Минздрава региона под председательством главы Ингушетии Мамутоля Калиматова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Алиханин Лоев. По его словам, одним из ключевых мероприятий программы является оснащение круглосуточного стационара Джирасского района, а также дневного стационара и РКБ медицинским оборудованием. Это позволит обеспечить высокий уровень медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в реабилитации. Кроме того, в рамках программы будет организована деятельность отделений ранней медицинской реабилитации в Республиканском сосудистом центре на базе Ингушетская Республиканская клиническая больница имени Ахушкова. Также планируется открытие дневных стационаров на 15 коек по профилю медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы на базе Детской Республиканской клинической больницы, а для взрослых на базе Малгобегской центральной районной больницы. В текущем году в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования в Республике» планируется в завершении строительства 11 объектов общего образования на 6458 мест в различных городах и селах региона. Благодаря национальным проектам в 2023 году вводятся социально значимые объекты в области здравоохранения, культуры, спорта, а также развития дорожной инфраструктуры. В текущем году Республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. Общий объем финансовых средств на текущем год составляет 5 млрд 322 млн рублей, из них федеральные 4 млрд 703 млн рублей. Республиканский бюджет 16 млн рублей. Бюджетные обязательства пинты на 4 млрд 620 млн рублей. Из 66 запланированных контрактов подписаны 62 контракта. Дева Домгоева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика. В минеральных водах прошла Кавказская инвестиционная выставка 2023 года. Данную выставку посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Также он провел совещание с руководителями субъектов СКФО федеральными чиновниками. На нем обсудили инвестиционный потенциал Кавказа, а также развитие регионов в этой отрасли. Особое внимание уделили туристическому направлению. Затем Михаил Мишустин лично осмотрел все представленные стенды различных субъектов и пообщался с их представителями. Всего на ней было представлено 20 выставочных стендов разных регионов и стран. И уже в первый день ряд компаний из Чеченской Республики заключили договора о сотрудничестве. Это сотрудничество между правительством региона и корпорацией развития малого-среднего предпринимательства для дополнительного мер поддержки среднего и малого предпринимательства в субъекте. Соглашение подписала и компания Беной Тревел. В рамках сотрудничества будет профинансировано строительство нового современного корпуса четырехзвездочного отеля на 43 номера вместимостью 106 человек. Генеральный директор Кавказ-РФА и генеральный директор завода Чеченцы Мед подписали соглашение о финансировании модернизации цементного завода, который предполагает расширение действующего производства. В Кубанском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения Российской Федерации прошла 84-я межрегиональная научно-практическая конференция студенческого научного общества имени профессора Пятницкого, по итогам которой победителем стал студент Медицинского института Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Имран Авдуев. На ней были представлены 523 научно-исследовательских работ. Победители и призеры выявлялись в каждой из 37 секций. Так, в терапии первое место одержал студент из Чеченской Республики. Центральным событием конференции стало пленарное заседание. На нем присутствовали все участники конференции студенческое научное общество и профессорско-преподавательский состав Кубанского государственного медицинского университета. Приветствую письмо от ректора Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Зурбека Саидова зачитал директор медицинского института Хизир Батаев. По итогам данного заседания Имран Авдуев был признан абсолютным победителем конференции. Жюри также отметили его научного руководителя Хизира Батаева. Наградив его почетной грамотой, отдельную благодарность выразили ректору Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова за Урбеку Саидову. Зарета Ларсанова специально для радиожурнала Зори Кавказа. Вести Дагестан Дагестан презентовал свыше 30 проектов в сферах туризма, агропрома, транспортной логистики и промышленности в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных водах. Республику представляла большая команда с участием генеральных директоров крупных компаний, предпринимателей и руководителей органов власти. Возглавлял делегацию глава региона Сергей Меликов. Наша делегация приняла участие в круглых столах, дискуссиях и встречах, посвященных вопросам ЖКХ и энергетики, цифровизации и современных финансовых инструментов, инвестиций и банковского сектора, перенимала опыт коллег и делилась своим. На полях форума подписан ряд перспективных соглашений. В Дагестане 9 мая отметят праздничным парадом, спортивными играми и акциями. Мероприятия ко Дню Победы уже стартовали, по плану их будет более 50. Ключевое событие Парад Победы пройдет 9 мая в городе трудовой доблести Каспийске. Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в минеральных водах. В республике Дагестан герои России навестили ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Батырхановича Казиханова. А корреспондент радио в Кабардино-Балкарии встретилась с почетным гражданином города Нальчика Николаем Карагановым. В Карачаево-Черкесии продуктивно работают по развитию национальных проектов. Глава республики Ингушетия принял участие во Всероссийском субботнике. Студентка Чеченского государственного педагогического университета Раяна Сабирова заняла первое место на международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2023. В эфире телерадиокомпании «Алания» стартовала акция «От дня радио ко Дню Победы». Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Минеральных водах. Это вторая за последнее время поездка председателя правительства в Северокавказский федеральный округ. Он оценил экспозицию Кавказской инвестиционной выставки в центре Минводы Экспо и провел с членами правительственной комиссии совещание по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. С подробностями корреспондент ГТРК Ставрополья Оксана Сочилова. У стенда Ставропольского края Михаила Мишустина встретил губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал о достижениях края и представил проекты, вошедшие в модель экономического развития региона. Сегодня на Ставрополье реализуют пять прорывных проектов в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и зеленой энергетике. Край стал крупнейшим производителем зеленой энергетики. В проект уже вложено 93 миллиарда рублей частных инвестиций, но это только начало, сказал Владимир Владимиров. Это пока что вообще потенциал до 143 миллиардов. Мы вроде бы обо всем договорились. Это то, что прямо сейчас реализуется на территории Ставропольского края. Также премьер-министр оценил компьютеры, мониторы, клавиатуры и компьютерные мышки и системные блоки, которые производят в крае. Подложка наша, 50% компонентной базы, но наша российская. 50, к сожалению, не российского производства. Но здесь бизнес сам смотрит и сам рублем голосует, насколько сегодня выгодно у нас производить. Но если мы им поможем и дадим толчок в части того, чтобы больную систему в 44-й закон ввести и локализацию... Обязательно дам Минпромтору, чтобы мы посмотрели. Да, по локализации. И мы точно сможем это еще больше нарастить объемы производства у нас на территории Российской Федерации. Но это уже, это прямо сейчас, уже полтора месяца предприятие работает. Спасибо правительству. Минпромтор помог. Мы полностью получили всю аккредитацию в части IT-компании. Здесь у нас вопросов нет. Но дальше нужно будет просто толчок для развития. Очень важное направление. И нам не надо стесняться, когда мы производим элементы, корпуса, клавиатуру, мышку. Ничего. Если начинаем с этого и делаем качественно и обратную связь учитываем, о которой всегда говорит президент, чтобы люди говорили о том, что нужно поправить и прочее, тогда идем до хорошего качества. Обязательно в этом плане надо трудиться, чтобы импортозамещение либо, скажем так, своей технологии, они были и оценивались людьми, и они в постоянном, скажем так, улучшении давали бы нужное качество. Вот то, что вы сегодня продемонстрировали, выглядит очень симпатично. На стенде края также были представлены образцы саженцев яблонь различных сортов, которые выращивают предприятия Ставрополья. В регионе самый большой питомник в России. Продукция идет не только на внутренний рынок, но и экспортируется в Казахстан и Беларусь. Губернатор попросил о субсидировании российских производителей саженцев, потому что сейчас на рынке большое количество саженцев из Италии и Голландии, которые составляют большую конкуренцию российским компаниям, в том числе и по стоимости. Председатель правительства страны заметил, что недавно обсуждал комплекс мер по субсидиям с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и поручил подготовить конкретные предложения по этому вопросу. У регионов есть все возможности для раскрытия своего богатого потенциала и обеспечения роста основных экономических показателей. Михаил Мишустин назвал это надежной основой для совместной системной работы и для реализации задач по развитию страны, поставленных президентом. Глава правительства отметил положительную динамику в развитии СКФО. За прошлый год объем вложений в основной капитал достиг почти 8 процентов. И есть росты в промышленности, увеличился объем товаров собственного производства. Сегодня наглядно мы видели это на стендах, проходя выставку. Серьезно уменьшилась безработица уже до примерно 10 процентов. Это за последние три года минус 3,6 процентных пункта. При этом возросло число занятых в экономике почти на 4,5 процента. Сегодня это более 4 миллионов человек. Президент отмечал, что любой проект на Северном Кавказе мы должны мерить такими важными критериями, как создание новых рабочих мест. За последнее время Кавказ показывает очень хорошую динамику, заявил на совещании министр экономического развития России Максим Решетников. Это результат длительной системной работы. И во многом эти результаты связаны с реализацией моделей экономического развития. Они действительно нацелены на ключевые вопросы именно формирования фундамента экономики, нового фундамента экономики Кавказа. Это инвестиции, рабочие места, выпуск товаров. И очень важно, что это не просто показатели программы долгосрочной, а то, что эти показатели привязаны к конкретным проектам и декомпозированы в виде 91 проекта в каждом конкретном регионе. Говорили на совещании также об агропромышленном комплексе Северного Кавказа. Его нужно обеспечить мощностями для хранения сельскохозяйственной продукции. О том, что необходимо наращивать водное и дорожное сообщение. СКФО в новых условиях становится ключевым транспортно-логистическим узлом, комплексной программе в сфере среднего профобразования, включающей ремонт колледжей и дополнительное обучение для преподавателей. Особое внимание развитию туризма на Северном Кавказе. Оно требует инфраструктуры, позволяющей индустрии гостеприимства работать всесезонно. При этом, акцентировал внимание Михаил Мишустин, новые курорты обеспечивают рабочие места не только на конкретных туристических объектах, но и в других смежных сферах от строительства до розничной торговли. Радиожурнал Зори Кавказа Все меньше времени отделяет нас от великого праздника Дня Победы. Корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Марина Усманова встретилась с почетным гражданином города Нальчика Николаем Карагановым, который не только дошел до Берлина, но и в последующие годы сохранял мир на этой территории. Карту Польши и Германии Николай Васильевич Караганов до сих пор помнит наизусть. С 43-го по 45-й артиллерист противотанковых войск очищал Европу от фашистов. Гера, Гота, Еда, Тольбалтики, Дальцы, Кудыня, Росток, Катрия, Северный Боябель, прошел города. На фронт попал мальчишкой. На тот момент ему еще и 17-ти не исполнилось, но за плечами уже были годы работы трактористом. В колхозе не смотрели даже на то, что я не доставал до педали машины, рассказывает Николай Васильевич. Подвисел нас на край и я включил его и поехал. Потом сидишь в руле. Великую отечественную Николай Караганов прошел в составе второго белорусского. Стал сержантом. Говорит, повезло, на фронте обошлось без тяжелых ранений. Лишь однажды серьезно контузило в городе Данцик. Крейсер засталят и недалеко разорвался, а я хотел пригнуться, вот так вот только а волной как дал меня и в трубу так вот загнал. Хорошо тут были солдаты, увидали, давай меня оттуда вытаскивать. На кителе ветерана орден Отечественной войны второй степени, медали Жукова за отвагу, за освобождение Варшавы. В мирное время Николай Караганов еще пять лет служил в Германии. После демобилизации приехал в Кабардино-Балкарию, где работал инструктором по спортивной гимнастике, после на Тернаусском горнообогатительном комбинате. Сейчас на заслуженном отдыхе, но активном, нередко приглашают на встречи со школьниками. Я им говорю, что мы сделали свое дело. Теперь выходи вам в светлую дорогу. Пожелать. Герои России Роман Черемухин, Артур Орлов и Иван Дадосов вместе с министром по национальной политике и делам религии Дагестана Энриком Муслимовым, начальником управления Миннаца Магомедом Дайдбеговым и региональным руководителем отделения Организации волонтера Победы Магомедом Гусейхановым навестили ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Батархановича Казиханова. Встреча прошла в теплой обстановке. Ветеран поделился с гостями историями времен Великой Отечественной войны, вспомнил боевых товарищей и поблагодарил за оказываемое внимание и заботу. О боевом пути ветерана корреспондент ГТРК Дагестан Камила Макаева. Ильяс Казиханов один из тех, кто выковал победу на полях кровавых сражений. Тот, кто отдал часть себя во имя мирного неба над нашей огромной страной сегодня. Ильяс Батарханович ушел на войну из родного Нижнего Казанища. Из этого села на войну было отправлено 1200 человек. Из них 658 отдали своей жизни на полях сражения. В Казанище не было семьи, которая не испытала бы всю тяжесть и горесть от потери родных людей. Среди участников войны 72 человека имели офицерские чины. Абдулла Магарамов, Ильяс Казиханов и Смел Качакаев дослужились до чина капитана. Ильяс Казиханов вспоминает, как он, командир огневого взвода 1-й батареи 55-го артиллерийского полка 61-й стрелковой дивизии, первым вошел в город Белград. Город был освобожден после тяжких боев. Казиханов потерял много боевых товарищей, но никогда не забудет, как ликовал народ. Так наши солдаты освобождали город за городом. В день побитых Казиханов встретил в Праге. И после войны он много лет служил в рядах Советской армии. Ветеран рассказал о славном и нелегком боевом пути, о послевоенной жизни и активной общественной деятельности. В 1941 году, 21 июня, в субботу, я окончил 10 классов Нижнеказанищинской средней школы. Окончив 10 классов, утром началась Великая Отечественная война. Нас приглашали в военкоматы, в это время мы стали учетом. Я был освобожден, если войны не было, меня не бежали, родители были старые, я самый старший был в доме. В 23-е я должен в понедельник прийти, и в июне получить какую-то книжку, что освобожден я. Но этого не случилось, война, есть война, и меня начали приглашать в военкомат часто. В военкомате написал заявление, что меня отправили на фронт. Они меня приглашают, говорят, вы поедете сначала в училище учиться. Я в декабре 1941 года поехал в Тбилисское горно-артиллерийское училище имени 26-й бакинский комиссар. Курсантом там был. Учились мы там 6 месяцев. Нас выпускали как консервных банок, потому что все училища Советского Союза были почти оккупированы. 17 лет с половиной был лейтенантом. И по распространению я попал в Еревань. От Еревани Лельнакан был город тогда. И попал перед Т-5-й артиллерийский пол 61-й стрелковой дивизии командиром огневого взвода. Скоро нас погрузили в эшелоны, и мы перебросили под Сухуми Абхазию. К этому времени немец добрался до вершины Кавказских гор. Угрожал Сухуми захватить хотела. И вот на береговой оборону есть там Писунда. Гагра есть город. Моя батарея располагалась сначала Калфида есть село. На вершине поставили батарею и его оборону держали. Потом непосредственно Писунда там есть берег. Он там. Через Шанчарский перевал. Многие перевалы там были. Тропинки. Сначала мы обследовали эти тропинки. Потом по этим тропинкам вывозили пушки на горы навстречу немецко-фашистским захватчикам. И начало северного года было очень тяжелое положение. Но несмотря на это начале 43-го года января началось грандиозное наступление под Сталинградом и на Северном Кавказе. Первый населенный пункт, который участвовал в боях и освобождении это станица Новодимитриевская. За ним Ильская, Северская, Ахтырская, Абинская, Крымская. И освободили его где-то в марте в апреле 43-го года. 26 июля 1943-го года началось грандиозное первое наступление против немецкой фашистской захватчиков, где я участвовал и моя батарея. Меня и младший лейтенант Рыбалка вызывал командиру корпуса подполковник Рубанюк. Туда мы заходим с этим лейтенантом. Вдвоем он говорит «От, сынки мои, поедете завтра на наступление в танках, будете корректировать огнем». Я сроду в жизни не садился в этот танк. 26 июня 71-0. Его называл тогда «Высота смерти», потому что мы захватили немцев его. Далее я лежал через Мелитополь. 26 сентября 1943-го года мы освободили Мелитополь и дали наступление, дальше пошел на Днепр. 28 марта 1944-го года моя батарея первой зашла в этот самый Николаев город. 20 октября 1944-го года я своей батареей зашел почти первым Белград. Нас встречали «Живили братушки», «Живили Тито», «Живили Сталин», «Живили по-эхнему сербскому да здравствуй». Сегодня Казиханов полковник в отставке. Главное к чему он призывает молодежь стараться быть умнее, обогащать свой интеллектуальный и духовный потенциал, жить в мире и согласии. Несмотря на свой преклонный возраст Ильяс Батырханович остается старшим товарищем и наставником для современного молодого поколения. Радиожурнал «Зори Кавказа» В России, в том числе и Карачаево-Черкесии продлили программу бесплатного переобучения по национальному проекту «Демография». В прошлом году в регионе данной программой воспользовались 89 человек. Благодаря другой госпрограмме содействия занятости населения Карачаево-Черкесии в 2022 году были также трудоустроены 13 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обо всем подробнее в материале корреспондента ГТРК Карачаево-Черкесия Мадины Жужуевой. В проекте «Демография» и госпрограмме содействия занятости населения Карачаево-Черкесии могут принять участие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет незанятые граждане, которым назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность и другие. Начальник отдела прав ориентации и прав обучения Центра занятости населения Черкеска Наталья Пожидаева сообщила, что профессии подбираются по результатам беседы, проведенной в Центре занятости. Еще на старте обучения гражданин понимает, где он будет трудиться после завершения курса, добавила она. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению допустим работы по имеющейся профессии или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. В Крачеве, Черкесии, для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет также действуют программы, в рамках которой все желающие могут временно выйти на работу и заработать деньги. Что касается работы по временному трудоустройству несовершеннолетних, также наш отдел профориентации, профобучения. В этом году у нас уже сейчас заключен договор на временное трудоустройство детки будут работать. Начальник отдела занятости населения Черкеска Елена Жадькова сообщила о том, какую работу выполняют сотрудники центра для того, чтобы трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году такие специалисты, как медсестра, сторож, помощник повара и другие были устроены на работу. Теперь все они получают ежемесячные доходы. Одним из наиболее значимых мероприятий является трудоустройство инвалидов на оборудованные оснащенные для них рабочие места. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Жительница Черкесской Елена Олехина раньше работала психологом. Со временем решила принять участие в нацпроекте демографии для того, чтобы переобучиться и получить другую наиболее востребованную профессию. Елена выбрала эстетическую косметологию, бесплатно закончила курсы по этой специализации, далее, получив удостоверение через налоговую службу, оформила самозанятость. Теперь у Елены свой собственный салон. Я выбрала эстетическую косметологию. Мне всегда хотелось попробовать это направление, заполнила заявку, оставила свои данные и меня пригласили на обучение. Обучение было бесплатное. Жительница республиканской столицы Людмила Ермизова имеет инвалидность второй группы. Более 16 лет она проработала в доме ребенка Черкеска. После того, как попала под сокращение, обратилась в службу занятости населения Черкеска, где специалисты подобрали ей работу. Сегодня по госпрограмме содействие занятости населения Корчево-Черкесии работает в реабилитационном центре Росинка. По этой программе не только трудоустраивают лица с ограниченными возможностями здоровья, но и полностью оснащают рабочее место сотрудника. Я работала в городском доме ребенка города Черкеска. Да, я работала там младшим медперсоналом и отработала там 16,5 лет. Но полгода назад у нас было сокращение в сентябре месяце. И я попала под это сокращение. Полгода я стояла на учете в центре занятости. Там немножечко специфика, конечно, другая. Там я непосредственно мы с детьми работали на группах. А здесь немножко специфика другая. Ну, в принципе, можно сказать, что по моей специальности. Я два месяца отработала, но работодатель решил, что я справляюсь с работой. И мне тоже эта работа нравится, организация мне нравится. Я устроилась в Росинку. Теперь я буду работать на постоянной основе. И теперь для моего оснащения, моего рабочего места не предоставят, закупят необходимое оборудование. То есть, моющий пылесос, все, что необходимо. В 2023 году продолжается реализация программы содействия занятости населения Крычева-Черкесии. В этом году, по мнению сотрудников центра занятости населения Черкесии, около 20 граждан с ограниченными возможностями здоровья будут трудоустроены, а их рабочие места полностью оснащены. Радиожурнал Зори Кавказа Глава Ингушетии принял участие во Всероссийском субботнике, который проходил на объектах, возводимых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Магасе руководитель субъекта посетил аллею отца, где шли работы по благоустройству территорий. Далее Махмуд Аликалиматов поехал в Малгабекский район, где также проходил масштабный субботник на территории Центрального городского парка. Здесь было организовано голосование за выбор территорий, которые будут включены в федеральную программу. Глава Ингушетии проголосовал вместе с жителями города. Затем горожане смогли обратиться к руководителю субъекта и задать интересующие их вопросы. Подробнее корреспондент ГТРК Ингушетия Луиза Нальгиева. В ходе мероприятия от мусора очистили улицы Нальгиева, Чахкиева, Приставкина, Гагиева, территорию вокруг башни Согласия, около мечети и стадиона. Акция по сбору мусора получила поддержку не только работников ведомств, организаций, администрации города, но и от жителей и гостей столицы республики. Ясмина Итазова одна из первых в классе, кто проявил инициативу принять участие в субботнике. Считает, что подобные мероприятия хорошо влияют на людей и природу. Здесь много плюсов. Занимаясь столица нашей республики. Сюда часто приезжают туристы. Прежде всего нужно самим следить за своим домом и меньше мусорить. В всероссийском субботнике, который проходил по всей стране, на объектах нацпроекта «Жилье и городская среда» приняли участие первые лица региона. Глава республики Махмуд Али Калиматов посетил аллею отца, где шли работы по благоустройству территории. Вместе с работниками муниципалитета и жителями города руководитель региона поучаствовал в посадке деревьев. Субботники проходили во всех городах и районах республики. Глава имбушетии принял участие и в масштабном субботнике на территории Центрального городского парка в Малгобеке. Здесь же было организовано голосование за выбор территории, которые будут включены в федеральную программу формирования комфортной городской среды и в дальнейшем будут благоустроены. А из них одна только, да? Да. Ну, пройдут четыре улицы из девяти, которые наиболее больше в количестве голосов наберут. Махмуд Аликальматов проголосовал вместе с жителями города. Его выбор пал на улицу шейха Мансура, где расположено более 140 жилых домов и другие объекты. После голосования жители города смогли обратиться к главе региона и обсудить с ним наболевшие вопросы. На благоустройство городских территорий в бюджете города заложено 20 миллионов рублей. Но для решения накопившихся проблем этих средств не хватает. В связи с этим глава Ингушетии призвал жителей своевременно вносить налоги и коммунальные платежи. Субботники для нашей страны это многолетняя добрая традиция. Они всегда объединяли людей для общих целей. Субботник приурочен и к голосованию за городскую территорию, которая будет благоустроена в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Благодаря этому мы получили еще один повод сделать доброе дело. Проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети, внуки и последующие поколения жили в современных удобных условиях. Это очень важная миссия создавать будущее для своих потомков. Дополнил руководитель региона. Радиожурнал Зори Кавказа Студентка Чеченского государственного педагогического университета Раяна Сабирова заняла первое место в секции «Педагогическое образование и образовательные технологии в условиях неопределенности» на Международной научной конференции студентов-аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2023 С победительницей встретился корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев. Раяна Сабирова представила доклад на тему «Наставничество как элемент профессионального становления молодого педагога». Это была одна из многочисленных секций на этой конференции. Однако работа студентки была выбрана лучшей, отметила руководитель делегации, доцент кафедры специальной психологии дошкольной дефектологии Тамара Мусхаджиева. Наши студенты впервые принимали участие в данном мероприятии, но тем не менее хочется отметить, что они очень старались совместно с руководителями своими, представляли практические наработки, свои практические исследования. Среди лауреатов этой конференции была даже студентка первого курса. Это уже говорит о том, что научная работа поставлена на хороший уровень, в частности в Чеченском государственном педагогическом университете и у нашей молодежи есть стремление учиться, заниматься наукой. Исследования, проведенные студентами Чеченского государственного педагогического университета, заинтересовали участников мероприятия. Этот интерес перерос в решении о дальнейшем сотрудничестве и совместных исследованиях, говорит Тамара Мусхаджиева. На этой конференции наши коллеги отметили работу чеченских студентов очень положительно. У нас даже завязали деловые отношения, деловые связи. И мы уже даже запланировали какие-то совместные исследования. Студенты ЧГПУ также освещали проблемы воспитания в современной педагогике, а также этническую и гражданскую идентичность чеченского студентов. Радиожурнал «Зори Кавказа». В эфире телерадиокомпании «Алания» стартовала акция «О дня радио ко Дню Победы», рассказывает Зарема Джекаева. «Мы собираем всех вместе». С таким слоганом выходит в эфир объединенный радиожурнал «Зори Кавказа», звучащий одновременно в семи регионах Северокавказского федерального округа. Он один из долгожителей в 92-летней истории Северо-осетинского радио. Объединенному радиожурналу более 40 лет. Каждый выпуск пользовался неизменным успехом у слушателей, называл немало добрых откликов, вносил свой заметный вклад в благородное дело укрепления дружбы и братства между многоликими народами прекрасной Кавказской земли. Чуть помладше радиожурнала «Зори Кавказа» авторская программа Станислава Кадзаева «Волшебная чаша». Ей в этом году 30 лет. Она об удивительных людях, историях жизни, о сохранении языка и обычаев, о прозе и поэзии. «Услышать молчание Бога, услышать, чтобы родиться из бренности, из убогой душа, чтобы летела птицей». Передачи в записи и прямые эфиры – обычная рабочая обстановка всех родильщиков. Все чаще добавляются радиомарафоны в поддержку детей с каким-то недугом, а в последний год участников специальной военной операции, социальные и политические. Темы образования и культуры постоянны в эфире, но особое место в сетке вещания занимают рассказы об участниках Великой Отечественной, об исторических сражениях, в которых неизменно участвовали уроженцы Осетии. Для сотрудников ГТРК «Алания» тема войны в эфире и в жизни занимает особое место, ведь у каждого в семейном архиве есть весточка с фронта прадеда, деда, отца, родственника. Потому и появилась на территории компании «Радио Победы», символическая стела с громкоговорителями, из которых слышны голоса героев. История началась с найденного в архиве приказа от 24 июня 1941 года, в тексте которого говорится об освобождении от занимаемой должности четырех сотрудников радиокомитета в связи с призывом в ряды Красной Армии. Всего за годы войны на фронт ушли 22 сотрудника радио. В память о них зацвели в этом году посаженные годом ранее именные деревья. 171 саженец в нашем саду памяти. Именно такое количество участников войны в разные годы работали в компании. Поиск имен участников Великой Отечественной войны и наших коллег-журналистов, которые в разные годы работали в компании, все еще продолжается. Выбитые на стенде имена пополняются. Увековечено здесь и имя моего отца Джикаева Федора Захаровича. Долгие годы проработавшего на радио и телевидении. Он был призван в июне 1942-го в неполные 19 лет. Награжден медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. И уже в годы войны появились его первые фронтовые очерки. Редакторы, дикторы, звукооператоры, режиссеры, музыканты, вахтеры, кочегары. 171 человек, участвовавшие в освобождении Родины, своими фронтовыми, пусть не всем известными подвигами приближали победу. Именно этим людям посвящен радиопроект «Фронтовые эпизоды». Ведь это сегодня мы знаем, что хорист вокального ансамбля Республиканского радиокомитета Гатога Заматович Дудуев 1915-го года рождения награжден медалью за боевые заслуги. И таких наших коллег, которыми мы гордимся, немало. А дня радио ко дню победы под таким названием вот уже несколько лет работаем в майские дни в эфире по инициативе директора ГТРК Ланя Тимура Кусова, у которого своя семейная история подвига, описанная им в прозе и стихах. Я его сам часто спрашивал в детстве, сочинение пытался написать, как сейчас помню, на тему орден в нашем доме. Орденов и медалей у него было много, они до сих пор все у меня, как главная реликвия нашей семьи. И дед всегда отворачивался, прятал глаза, иногда я замечал слезы на этих глазах, тяжело вздыхал и уходил, и говорил, эх, Тимурик, Тимурик, знал бы ты, что такое война. Мне было 16 лет, когда деда не стало. Вот поиски, информация о его боевом пути веду, только одна учетная карточка рассекречена, но буду пытаться, пока я жив, восстановить весь боевой путь своего деда. Вспоминая наших коллег, которые могли бы освещать события военных лет, воюя с пером и бумагой, но уходили на фронт с самым настоящим боевым оружием, хочется рассказать о фронтовых эпизодах каждого, кто приближал Великую Победу. А сегодня к этим рассказам добавятся очерки о героях уже 21 века. По мокрой глади пьедестала катилась теплая слеза, сквозь дождь смотрел солдат устало, к земле он опустил глаза, святой огонь слезой солдатской, из красной он зажег звезды, старик прильнул к могиле братской, до боли сжал в руках цветы, и он молчал, боль говорила, под барабан набивший гром стучала память, было, было, к победе шел он на пролом и вместе с ним принес присягу и маршал и простой солдат приказ святой назад ни шагу повел он в бой своих ребят. Ильхотова и Украина, Варшава, Прага и Берлин, в крови земля, в осколках мина, контузия, но путь один. Давил он танком Ильхолетия, сломал хребет чумной орды, весну он подарил планете, не знали дети, что б беды. Он постарел, но все же молод, все так же непоколебим, он закален и в зной, и в холод тех четырех и лет, и зим. Лишь у огня он мог согнуться и, опустив к земле глаза, просить прощения, не вернуться, его товарищи, друзья. Прошли года, осталась память, на фото рядом дед и внук, бессмертный полк героев славит и бесконечность детских рук. В объятиях правнуков победы портрет шагает гордо твой, и миллионами букеты олеют по земле родной. Теперь и я у пьедестала и снова дед твои глаза. Стучится сердце с интервалом и начинается гроза. Почетных залпов гром отмерит минуту памяти моей. Пусть небо памяти поверит и станет в этот миг светлей. Радиожурнал Зори Кавказа Очередной выпуск радиожурнала Зори Кавказа подошел к концу. Завтра, 7 мая, отмечается День радио и всех отраслей связи. Радио – это наше настроение, наше самочувствие и наш второй дом. Дорогие наши коллеги, радиожурналисты Северо-Кавказского федерального округа, многих из вас, мы и наши слушатели, знают только по голосам. И пусть ваш голос в эфире будет бодрым и несет только позитивную информацию. Работайте с улыбкой и без помех. И пусть довольные слушатели всегда будут с вами на одной волне. С Днем радио нас и наших радиослушателей. И с Великим праздником Днем Победы. Пожелания мира, особенно актуальной сейчас, мирного неба всем и благополучия, здоровья и хорошего настроения желаем мы, прощаясь. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне Патроногор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромный... И сердце Чечни призывает Назан. Добра и мира вам. Благодарю. Радио Ингушетия. Высокогорный юг Иргинск. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медового. Примите наш привет в эфире Ставрополье. Радио-журнал Зори Кавказа. Мы собираем всех вместе. Редактор субтитров А.Семкин